Здравствуйте, дорогие зрители Первого образовательного канала. Мы продолжаем наши лекции о том, как снять свое кино. И сегодня мы будем говорить о самой-самой грустной материи. Вы, наверное, догадались. Мы будем говорить о средствах, о производстве картины. Без этого ничего не начинается никогда. Даже любительская съемка, если хотите, она выражена в средствах, потому что вы тратите собственное время. А время, как известно, деньги. И вот, чтобы доказать, как все это происходит, и какой это тяжкий груз, потому что многие несведущие люди говорят так, ой, я знаю богатого человека, он мой друг, он будет моим финансистом, я ему расскажу о своих творческих планах, и он, конечно же, даст нам деньги на производство картины. Какой картины? Сколько денег нужно? Этот человек не знает. И не знает бедный человек, который отдает эти средства. Они невозвратные. Абсолютно точно. Заработать сегодня на кинематографе не удается практически никому, кроме телевизионным крупным компаниям, которые работают под рекламу. Почему это происходит? Это вопрос особый. Ну и потому, что прежде всего развалился наш кинопрокат. С советского периода у нас были великолепные кинотеатры, и детские, документальные, и какие угодно. И когда выходила, например, моя картина «Детство Бэмби», ее сразу посмотрело 7 миллионов детей. Сразу. Копии были огромным количеством, предоставлены кинотеатрам, детскими, не только детскими, и так далее. Но мы с этим практически ничего не имели. Ну, имели мы как бы по категориям картины, если это первая категория картины, то вся группа получала премиальные. Жили скромно, но не заботились не о хлебе насущном, потому что он был, не о свете, газе и так далее, потому что это были копейки. Жилье было. Если не хватало что-то до следующей получки, любой человек даст взаймы немножко, и ты доживешь. Сейчас другие времена. Совершенно другие. И поэтому я вас убедительно прошу не обманывать себя и не обманывать тех людей, которые будут у вас предполагаемыми инвесторами. Вернуть средства, потраченные на кинематограф сегодня, практически никому не удается. Я имею в виду русский кинематограф. Американский – это совершенно другое, мы сегодня об этом не говорим. Американская индустрия – это индустрия, которая никогда не прерывалась, никогда не теряла своих уникальных работников, предположим, второго состава. Каждый человек там знает свое дело исключительно. И это вообще мир кинематографа другой. Поэтому он нацелен на прибыль, поэтому они, собственно говоря, работают в нашей стране лучше, чем наш российский кинематограф. Но, возвращаясь к нашему кинематографу, предположим, случилось такое чудо, и вам говорят – сделайте нам рекламу. Ага, реклама – это уже то, на чем вы, в общем-то, сразу можете хоть что-то заработать. Не после, а вот во время. Вам дается смета. Но, предположим, если вы что-то вышли из этой сметы куда-то вправо или влево, то вы, в общем-то, себя крадете. То есть вы будете должны еще этому человеку, который вам предоставил средства под рекламу. Поэтому существует такое понятие, как смета. Вот в данном случае у меня смета в руках на рекламу, на производство рекламы. Вот она. Состоит из многих графов, даже уже со средствами и так далее. Неважно, кому она принадлежит, эта смета, неважно, какая фирма это производит, важно то, что вы должны знать. Ну, есть фонд оплаты труда. Это обязательно. Кто работает, кто должен получать, соответственно, зарплату. Начинается она с режиссера-подстановщика и продюсера. И если это два разных человека, то это две разные категории оплаты. Это продюсер, генеральный, предположим, продюсер или исполнительный продюсер. Это две разные категории людей. И режиссер-постановщик. Иногда, вот в случае моем, приходится соединять в себе продюсерство, генеральное, исполнительное продюсерство и режиссеру. Я хочу сказать, что это чудовищно сложно. Я уже смеюсь над самой собой, потому что я вынужденный продюсер. Кроме меня, никто средства на те картины, которые снимаю, я не найдет. Кому нужно сейчас производство фильма о Пушкине, о Лермонтове, о Гоголе, о Гончарове? Никому. Кроме отдельным людям, предположим, государственным, которые считают, что 200-летие, например, Гончарова, нужно отметить. Тогда дается годзаказ и так далее. Мы это сегодня рассмотрим. Но вот смета на рекламу, ну, предположим, это какой-то банк. И он хочет небольшую, потому что это очень дорого потом разместить. Мы не говорим сейчас о размещении рекламы на центральные каналы. Это очень дорого стоит. Они это знают. Они дают производство, ну, предположим, на минутный или трехминутный ролик, что очень много. Сюжетный. Ну, предположим, там... Вот я вам такую историю расскажу. Предположим, три человека сидят за столом и беседуют. Это дело происходит в английском клубе 19 века. Один читает газету, другой пьет чашечку кофе, третий говорит, господа, я женюсь, больше мне делать нечего. Говорит второй, женитесь, а что... И смотрит на изображение той выбранной невесты, которая, предполагаемо, говорит, а много ли дают за нее приданого? Так ведь миллион! Угу. Ну, когда они смотрят на эту женщину, то говорят, а можно как-то иначе? И третий человек, развернув газету, говорит, конечно, можно. Можно взять кредит в банке, и не один миллион, а двадцать миллионов. И дальше идет реклама. Вот все. Теперь читаем, во что это станет. Людям, которые производят этот продукт. Значит, оплата. Но я не называю оплату, я в конце скажу, сколько это стоит вообще, вот такой ролик. Режиссер, постановщик и продюсер. Если он в одном лице, ну, слава богу. Оператор, постановщик. Второй оператор. Директор, потому что снимать лучше сразу же с двух камер. Композитор обязательно, потому что ролик должен быть построен очень ритмично. Но когда-нибудь в лекции отдельно совершенно поговорим о том, о музыке в кино. Директор. Это обязательно. Можно назвать его директором, можно по-новому исполнительный продюсер, как кому захочется. Ну, я лично по старинке именую такого человека директор. Это тот человек, который собирает группу вовремя, отвечает за это, отвечает за вовремя выезд техники, за машины и так далее. То есть, так сказать, человек, который все координирует. Это обязательно необходимо на площадке. И он ни в коем случае не должен совмещаться с режиссером или с генеральным продюсером. Это отдельный человек. Бухгалтер. Это тот человек, который после съемки будет рассчитываться со всеми. Если вы в этот же день не рассчитаетесь со всеми, считайте, что вы в долгах увязли. Фокус. У нас обязательно в кинематуре проверяется фокусное расстояние. Предположим, человек встал, это другое фокусное расстояние. Человек идет, это другое фокусное расстояние. Сам оператор это делать не может, потому что у него другие задачи. Фокус. Актеры. Ну, предположим, вы снимаете раз, два, три человека. Вот как я вам сказала, трех актеров. Тут, если вы снимаете рекламу, вы должны понять, что этот человек дает согласие на свое изображение. не только в данном снимаемом ролике, но он выйдет в интернет, и, возможно, с него сделают большие билборды, то есть плакаты. Для этого актер должен подписать очень строгий договор, что он согласен на использование своего изображения. Если вы такой договор с ним не подписываете, и делаете что-то без него, вы можете налететь на огромнейшие деньги, которые вы будете выплачивать этому актеру по суду. Поэтому вот прежде всего со всеми членами группы вам нужно договор составить. Грамотный очень договор, где будет авторское право и так далее, и так далее. Очень много. Но об этом нужно говорить отдельно, что такое авторское право и так далее сегодня. Но у вас такие задачи сейчас пока не стоят. Я просто предупреждаю, что договор с актерами, договор с другими лицами должен быть очень грамотно составлен. Поэтому должен этим заниматься финансист. А лучше в содружестве с юристом, если вы не знаете своих прав и обязанностей. Но такие договора уже существуют, они, в общем-то, ну, общепринятые, принятые, известные в интернете. Они все есть, так что можете скачать и посмотреть, что такое договор, предположим, с артистом. Костюмер. Если вы снимаете картину под 19 век, вам обязательно нужен человек, который померит ваши... Предположим, вы не будете шить, потому что это очень дорого, на один фрагмент шить. Но он знает, предположим, костюмерную киностудию Горького. Мосфильм очень дорогая киностудия, лучше туда вообще приходить только с огромным проектом, с огромными деньгами. Ну, предположим, киностудия Горького. Или какой-то театр даже. Или костюмер, который имеет свой багаж. А это такое бывает. Художник по костюмам. Но в данном случае здесь вот говорят, костюмер – это не художник по костюмам, потому что это очень дорого для этого было бы. Но человек, который понимает век, понимает, что в 19 веке соответствующие костюмы, тональность этих костюмов, потому что оператор обязательно потребует, что это был монохром. Предположим, нельзя сажать рядом человека в красном сертуке и там, я не знаю, в синем. Это невозможно. Это будет такой дисбаланс по изображению, поэтому все должно быть очень грамотно сделано. Это костюмер. Значит, у него соответствующая зарплата. Гример – это наиважнейший компонент любых съемок. Любых, даже современных. Это не мейкап, как многие думают. Просто вот взял, положил тончик, подвел глазки и так далее. Это соответствующие, если это 19 век, это обязательно, что баки, идущие к этому человеку усики. Это соответствующие прически, может быть, чуть-чуть завитые и так далее. Лучше это делать заранее. Заранее подбирать усы, заранее подбирать бакенбарды и так далее. Поэтому с гримером тоже заключается соответствующий договор. У нас есть и великолепные гримеры. У нас есть гримеры, которые могут приблизить человека к истории. То есть, если, предположим, это исторический персонаж. Вы наверняка видели хотя бы в фрагментах или полностью сериал сейчас о Достоевском, где играл Миронов, я думаю, что это исключительное сходство человека. Потрясающая актерская работа и потрясающая работа гримера. Потому что там был портрет Достоевского и был актер. И практически неотличимы были люди. Это великолепная работа. И режиссера в том числе. Потому что он должен добиться этого сходства. Мы добивали сходства Сережи Безрукова в фильме «Пушкин. Последняя дуэль». Он вообще не похож на Пушкина. Ну, во-первых, он для картины похудел на 14 килограмм, чтобы осунуться. Вот, у него такой обостренный носик стал все. И мы добивались этого сходства. Это определенная работа с прической. То есть это парик, конечно же. Это определенные тени. Определенные, так сказать, ну, все. Все, чтобы человек был похож на персонажа. То же самое было и с Гоголем. Мне нужен был, правда, человек с длинным носом. Потому что у нас не могут клеить носы. Вообще клеить носы никто не может в кинематографе. Американцы это делают путем комбинации собственных черт лица с компьютерной графикой. Вот сейчас Сережа Безруков не буду говорить, какую роль он играл, потому что это абсолютно секрет. Но там применены были самые современные технологии, чтобы человек полностью изменился. даже черепная коробка, так сказать, форма черепа, так сказать, структура лица и так далее. Потому что нужно было абсолютное сходство. Кроме того, он играл самого себя еще. То есть два персонажа. Поэтому должно быть полностью изменение. Это очень тяжелая технология, и она ни одной сметы вот этой вот не будет выдержана. если вам нужен конкретный персонаж исторический. Мы говорим о неисторических лицах сейчас в данном контексте, а просто о людях из 19 века. Но это тоже очень тщательный грим. Итак, гример. Осветители. Кикгрим не объясняю, это специфическое название. Осветители. не думайте, что это просто рабочие, которые могут вам осветить. У настоящих операторов есть свои осветители, бригадиры осветителей. Вот такой вот Николюкин у нас такой очень интересный человек. С нами всегда работал на Пушкине, на Гоголе. У Маши Соловьевой целая бригада осветителей, всегда с ней работающих, очень боготворяющих ее как оператор, потому что она дает работу постоянную. У нее всегда работает ее второй оператор. Обязательно свой человек на фокусе. И сейчас мы до них дойдем. Механи камеры. Обязательно. И плейбэк. Что такое плейбэк? В советское время у нас не было такой возможности. мы снимали, потом ждали проявки, потом в определенных залах смотрели материал, уж как снято, так снято. Сейчас все по-другому. Цифровые камеры имеют сразу же ответвление на плейбэк, то есть на такой, ну, похожий на ноутбук. Это может быть, кстати, и ноутбук тоже, если нет специального плейбэка. Куда идет изображение. И режиссер в данном случае, ему не обязательно находиться в комнате рядом с играющими людьми, он может находиться в другом помещении, где расположен плейбэк, и он видит картинку. Это очень важно, он видит картинку общего плана и крупного плана сразу же. Даже иногда можно смонтировать, чтобы не пропустить какую-то деталь при уже исполнении. Это черновой будет монтаж, но вы не опустите какие-то детали вам необходимые. Предположим, передачу газетного листа из рук в руки, это нужно снимать отдельно. Или человек, который курит сигару и гасит ее, какой-то небольшой момент, это надо снять, чтобы потом все это очень плавно и красиво смонтировалось. Поэтому за плейбэком сидит определенный человек, который научен этому, все подключает, дает вам наушники, чтобы вы слышали происходящее, и вы смотрите, собственно говоря, выбираете кадр. Дольщики. Современный кинематограф не статичен. Я буду добиваться обязательно в этой студии камер подвижных, потому что долго смотреть неподвижную картинку сегодня, при том как бы саспенсы постоянном, напряжение американских картин, ну это было бы странно, если бы мы просто вот сидели и вот так вот не двигались. Но камера сама не двигается, она двигается, предположим, по рельсам, выкладываются рельсы, предположим, если бы вот здесь мы сейчас снимали, вот здесь бы вокруг у меня была бы такая вот дуга из рельс, на эти рельсы ставится камера и дольщик это отдельная специальность медленно, грамотно, без вот этих скачков должен провести оператора вместе с камерой, чтобы была грамотная так сказать вот эта съемка. Или предположим открыть кадр. Вот я сижу вот так, а рельсы от меня вот так вот расположены и отъезд осуществляется не трансфокатором, трансфокатором есть, но сейчас как бы ими не пользуются, не модно, что ли. Вот отъезд совершается, и мы раскрываем картинку. Естественно, на все на это предварительно режиссер должен иметь сценарий, актеры должны выучить текст, и кроме всего прочего должна быть раскадровка. С какого плана вы начнете, на какой план вы перейдете, и так далее. Раскадровка лучше всего выполняется художником, поэтому здесь еще должен быть художник, обязательно. Художник смотрит не только за раскадровкой вместе с режиссером, постановщиком, кстати, режиссеры многие рисуют, по-моему, Эйнштейн, Довженко, точно Владимир Наумов, мой отец, они делали раскадровки сами. Но это не мешало им потом эти раскадровки рассказывать и показывать художникам, и уже совместно делать более тщательные раскадровки того, что будет сниматься. Но мы сейчас немножко перескочили, поэтому я возвращаюсь к дольщику. Понятно, что это отдельная профессия и он должен быть осмечен. А говорим мы сейчас о грустном средстве. Звукооператор. Необходимость. Необходимость. Если бы сейчас не было у нас звукооператора, вы бы ничего не услышали. Даже при вот таком расстоянии камеры. Услышали бы что-нибудь с какими-нибудь шумами и так далее, и так далее. Но на мне раскрою вам секрет. Сейчас вот этот предмет. вот он. Это работа звукооператора. Он сейчас в наушниках находится в другой комнате и слушает, как я, Наталья Сергеевна, говорит. И не шуршит ли мой вот этот вот шарфик, если будет шуршать, то мы его передвинем. А на мне прикреплен еще другой аппаратик, который вовремя перезаряжается, поскольку там вставные такие батареечки. Он микрофон замечательный, называется эта петличка. И если я даже отойду и встану, он будет работать. На вот таком микрофоне, ну, это уже как-то не принято снимать. Репортажно принято. Если вы быстро берете репортаж, вы прикрепляете такой вот очень ветрозащитным обязательно к микрофону ветрозащитный такой чехол. Вот мне сейчас подсказали чехол. Вот. И тогда вы можете репортажно снимать. Но обычно снимается вот сейчас вот с такой вот петличкой. Или две петлички, если два человека, или три петлички, если три человека. Но все это последствия должен записать звукорежиссер. Причем на вот таких вещах рекламе он записывает на собственные аппараты. Потом это синхронизируется. Все три человека должны быть грамотно синхронизированы, чтобы один, предположим, не говорил громче другого и так далее. И сводится это на одну пленочку. И уже поступает монтажную. Звукорежиссер и звукооператор. Я не ошиблась. Это два отдельных человека. Звукорежиссер это человек, который вообще отвечает за звук. Вот он сводит все, причем в фильмах он сводит шумы, звук актеров, музыку. И это целая профессия. Он должен быть слухач прежде всего. Он должен слушать тональности музыки, разбираться прекрасно в музыке. Поэтому это отдельная профессия. Ею в Афгике в общем-то учат совершенно отдельно. Звукорежиссер это великолепная профессия, такая же как оператор-постановщик. ею в общем-то учат в Афгике. Но человек со слухом в принципе, который может быть закончил предварительно музыкальную школу или даже консерваторист. Вот мой сын он консерваторист, поэтому он сейчас очень востребованный музыкант, вернее композитор, но и музыкант, потому что он и играет свою музыку на синтезаторе. Таких людей очень мало. к сожалению у нас в стране, которые по-настоящему знают современную киномузыку. Мы об этом будем говорить совершенно в отдельной передаче. Речь не идет о синтезаторах таких, которые есть у всех. Нет, нет, это совсем другие синтезаторы, связанные с компьютерами, связанные с современными достижениями музыки и так далее. Кроме того, человек, который сам исполняет музыку на синтезаторе, должен быть как минимум музыкант с консерваторским образованием. Таких действительно очень мало. А так что-то там набринчать, что-то там такое наквакать, это может даже ребенок. Но это не музыка, в отличие от музыки кинетографической, она имеет свои законы. Итак, звукорежиссер и звукооператор. Чем они отличаются? Звукооператор ловит звук на площадке. Предположим, ну вот эта сцена находится так неудобно, что нельзя сделать звук вот этими маленькими микрофонами. Тогда делается так. Микрофон на удочке. Так она называется удочка. И она идет, предположим, надо мной. Вы ее не увидите, потому что она выше кадра. всегда мы режиссер говорим, ну уберите удочку. То она тень дает, то она микрофон где-то вот так вот вверху кадра влезает неожиданно. Очень неудобный предмет, но необходимый. Необходимый во многих кадрах. Звукооператор на площадке, он ловит звук. То есть ловит отовсюду. Предположим, это скрип телеги, ржание лошади и так далее. Он собирает вот эту палитру звуков. Не только разговорную речь, но все, что происходит на площадке, он записывает. Это звукооператор. А звукорежиссер, он все это дальше выкладывает на палитру. И вот у него, предположим, вот этот звучок, это ручей, вот это ржание лошади, вот это главный текст главного героя, а это музыка, а это шумы. У него множество звуков, и даже существует, в общем, сейчас можно их купить, такие библиотеки по звуку. Это необходимо, честно говоря, потому что ну там предположим, разные звуки часов. Есть старинные часы, есть какие-то другие часы, есть удар колокола, это отдельные шумы, есть шумы дождя разного калибра, предположим, вам нужен ливень, или вам нужен стук по крыше. Это разные звучания. Поэтому не относитесь к этому, можно сказать, одним словом, халтурно, потому что на звуках оживает кадр. На звуках можно построить целую палитру, а если это сочетать с шума, звука, музыкой, вот об этом мы с моим композитором будем говорить, что такое шума, звука, музыка. Это вкрапление в естественные шумы какого-то одного, предположим, инструмента. Или инструмента, который добавляет вам вой пурги, и вдруг из этого воя выводится какая-то мелодия, как бы ветер наиграл. Но на самом деле это делает и звукорежиссер грамотный в соседстве с композитором. Так что это профессии очень важны и очень нужны в кинематографе. И здесь итого. Итого фонд оплаты труда. Я не буду сейчас общую сумму эту говорить, я скажу финальную сумму, о которой мы будем говорить в этой смете. Я повторяю, что мы сейчас говорим о смете, без которой начинать какое-либо производство фильма невозможно. Даже передачи, потому что все осмечено. Вот этот павильон, свет, который на меня сейчас идет, вот эта замечательная выгородка, которая сзади меня напоминает кинематограф, оператор, который меня сейчас снимает, режиссер, который находится у пульта и так далее. Там целая бригада работает на вот эту в данном случае передачу, и она стоит средств. Итак, материальные затраты. материальные затраты относятся, конечно, видеокассеты, смотря на чем вы снимаете. На пленке, упаси бог, вам начинать снимать. Давайте так договоримся, что сейчас речь идет только о цифровых съемках, потому что разница между съемкой на пленке и съемкой на видео приблизительно такая. Исторический фильм, если вы снимаете. Значит, где-то приблизительно я вам называю сумму на видео, небольшая только съемка без массовых сцен, это вам обойдется в день 30 тысяч. а на кино от 100 до 300 тысяч долларов за один съемочный день. Не падайте со стульев. это такие вот. Но это у нас еще. Расценки наши. Американских я не знаю, там гораздо все выше. Я говорю о русских и европейских съемках. Вот приблизительно так. В Европе снимают и приблизительно так снимают в СНГ и в России. Видеокассеты. Значит, вам нужно, предположим, на небольшой ролик 4 кассеты. Почему? Потому что они разные. Разные камеры. Потом нужно сброс на одну камеру и так далее. В данном случае 4 кассеты. Технические услуги. Технические услуги. Это аренда камеры. Аренда камеры зависит очень от качества камеры. Их сейчас на рынке очень много. И есть очень хорошие. Разрешимость их почти такая, как на пленке. Вот мы снимали один ролик. Снимали просто ощущение такое, что снято. Но это очень дорогая камера. Она практически столько же стоит, сколько и камера пленочная. выездной свет и фильтры. Да, свет тоже заказывается. Очень много услуг, если вы откроете интернет, очень много услуг света. то есть для молодой кинокомпании не обязательно все это иметь. Это можно арендовать. Но аренда будет стоить денег. Аренда осветительной техники и фильтры. Для чего существуют фильтры? Чтобы выравнивать. Вот предположим здесь фильтр работает сзади меня. Вот такой голубоватый фильтр, розоватый, зеленоватый и так далее. Это очень красиво и смотрится очень интересно. Фильтры бывают разные. Мы фильтров особенных. Сейчас уже к сожалению таких нет. Это в фильме детства Бэмби я использовала фильтры. Там был уникальный человек, который на стекле наносил полосочку буквально. Я не знаю как он это сделал, но у меня в живой радуге в руке из-за этого фильтра появлялась такая радуга. Прямо в руках. Это ставилось прямо на камеру и вот такой был эффект. Или эффект звезды это называется. Существуют разные сейчас фильтры, которые ставятся на камеру и все, что сияет будет распространять такой свет, невероятный свет звезды. Я хочу сказать, что это не обязательно делать. Можно снимать и напрямую, но не художественно это получается. Поэтому человек, который любит природу, он замечает вот капелька, капелька, но если поставить фильтр, она будет по-другому выглядеть, эта капелька, она будет искриться вся. Все эффекты должны быть незаметные для глаза, потому что заметные эффекты, ну, понятно, что там прибавили и так далее, и так далее, они должны быть художественно сделаны. Поэтому фильтры бывают разные, бывают очень дорогие фильтры, бывают просто обыкновенные фильтры для компенсации общего заполняющего света. В данном случае здесь недорогие фильтры. Выездной звук, как мы уже сказали, звукоператор проезжает со своей техникой, это тоже оплачивается. Генератор. Генератор. Если вы выехали, предположим, на съемку везема, предположим, вы выезжаете в такой красивый музей, кстати, там тоже существует аренда, и она значительная, вы платите за аренду, если вы снимаете один день, вы платите за аренду этого помещения, плюс вы должны понимать, что здесь необходим генератор. Своего света в этом помещении не хватит для настоящего осветительного, не для дедолайтов, которые можно подключить в обычный ток, и то он у вас может сесть, а вот для настоящей техники это большие осветительные приборы, которые в данном случае привозятся отдельно на грузовой машине, естественно, это тоже оплачиваемое. Значит, генератор, мы сказали, доли, это рельсы, которые тоже привозятся обычно на отдельной машине. Аренда костюмов, это понятно, мы уже проговорили, это реквизит. Вообще в картинах реквизитом занимается отдельный человек, в данном случае здесь экономия, потому что существует ассистент по реквизиту, который ставит приборы, ставит чашечки того времени, следить за том, чтобы все соответствовало времени, предположим, не было современных часов на камине, а какие-то, так сказать, под 19 век, подсвечники и так далее, если речь идет об историческом фильме. Но даже если речь идет не об историческом фильме, всегда должен быть ассистент по реквизиту. Он грамотно расставит реквизит. Итого по разделу. А дальше называется это постпродакшн, когда вы уже все сняли. Вот тут могут быть разные засады, я хочу сказать. Непредсказуемо. Предположим, вы вытянули эту съемку, вы все вложили, и все. Смотрите вы на экран, предположим, вы снимали, ну, как я, «Медный всадник», 19 век. И как бы вам не останавливали там, я не знаю, машины, которые едут так навстречу туда-сюда, туда-сюда, вы смотрите, елки-палки, автобус есть, вот там, на дальнем плане, а вот здесь человек в современном костюме идет. Что делать, чтобы не пропал этот кадр, нужно применить компьютерную графику. А это страшно, дорогое производство. Сюда компьютерная графика в этот ролик даже не входит, потому что предполагается, что все недочеты того места, где вы снимаете, художник увидел. Предположим, он увидел включатель, просто розетку. Если он это не увидел, вам придется компьютерно это убирать. Вот сзади у меня, предположим, розетка. В XIX веке не было электрических розеток. Художник это должен был увидеть, сделать маленькую дощечку под тон вот этого, так сказать, предполагаемого места, где вы снимаете. А если не увидел, вы попали на деньги. Вот так мы попали с Сережей безруковым на деньги, когда во время дуэли у него вот это даже, извините, не сопли были от холода, а просто вот конденсат на носу. И она упала. И Сережка смотрит, а потрясающе сыгранно все, Сережа говорит, ну убери, я тебя умоляю, это же Пушкин, убери, я понимаю, что это естественно, но все равно убери. Убирали. Моделировали Сережа нос, компьютерно убирали, 3000 долларов, как не бывало. Так, одна капелька на носу. Так, монтирование ролика, монтаж, это очень, это важнейший, должен быть режиссер по монтажу, на самом деле, который все это собирает. Озвучание, это уже, если нужно озвучить, предположим, дикторский текст на тот кусочек, который вы сняли. Перезапись, это мы уже говорили, это сведение, перезапись, тоже нам нужно отдельно арендовать эту перезапись и так далее. Аренда съемочных площадок, как я уже сказала, вот если это интерьер, транспорт, вот здесь вот 4 машины, вот на этот роличек, который пойдет, 4 спецмашины, одни везут камеру, один везет свет, один везет и так далее, и так далее. Доли, услуги сторонних организаций, катеринг по-английски, ну, в принципе, надо кушать, поэтому обязательно нужно группу кормить, вот, кинокорм, так и называется, его привозят на площадку, и это тоже попадают в смету, и общестудийные расходы, и того, и так далее. Так вот, на этот роличек я вам скажу, какая сумма была потрачена. 791 тысяча 457 рублей. Вот, 791 тысяча. И вы знаете, средств практически не хватало. поэтому, когда вы будете рассчитывать свою смету, вы должны все учитывать, мои дорогие. Для этого и существует вот эта грамотно составленная смета. Грамотно составленные документы, грамотно составленное время. Здесь еще есть один компонент, который мы в следующий раз будем об этом говорить обязательно. Это календарно-постановочный план. Он должен быть в абсолютной привязке с вот этим вот сметой. Лимит это другое. Лимит это вы говорите, вот я предполагаю, вот это лимит, мы будем говорить об этом в следующий раз. Вот это лимит, я предполагаю, что лимит моей сказки будет выдержан вот так. Когда вы инвесторам даете, это лимит, это календарный постановочный план производства фильма с расшифровкой по видам работ и сумм расходов. Это абсолютно грамотный должен быть еще и составленный календарный постановочный, как я уже сказала, и в какой-то степени прогноз, как вы будете возвращать эти деньги. Без этого ни один инвестор с вами разговаривать не будет. Даже если у вас крохотные, вот крохотная задача и крохотные сметы, отнеситесь к этому с самым пристальным вниманием, потому что кинематограф, к сожалению, вот из этих фантиков не делается. Это очень затратное производство и вы можете буквально, извините, остаться без собственной квартиры. Да-да, я не пугаю, я не отталкиваю вас от кинематографа, но если вы думаете, что это вот так просто, это просто не бывает. Поэтому в следующей программе мы еще раз вернемся к этой грустной материи. Но пугать я вас все равно не хочу. Кинематограф делала увлекательное, можно увлечь и инвестора. Правда, дурить его не нужно, что вы на этом заработаете деньги, вы на этом заработаете опыт, вы на этом заработаете, может быть, друзей, может быть, вы соберете необыкновенный совершенно коллектив людей, сотрудников и сделаете такой фильм, только неожиданно, который выйдет первым экраном, чего я вам и желаю. И поэтому мы еще к этому трагическому моменту составления смерти еще вернемся в одной из передач. До следующих встреч я буду ждать вашей реакции на вот этот вот самый серьезный вопрос. До свидания, до новых встреч. до новых встреч.